Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов! Сравниваем мы сегодня Samsung Galaxy A32 с Xiaomi Poco X3. Эти смартфоны выступают примерно в одной и той же ценовой категории. По коробке у нас примерно всё похоже, единственное, что коробка Poco чуть-чуть плотнее. Ну и в комплекте у Xiaomi имеется вот такой вот чехол. Чехол, я думаю, не проблема, потому что на такой телефон я с Wildberry заказал чехол за 50 рублей. Давайте посмотрим теперь на спинке этих смартфонов. Эти смартфоны примерно одинаково стоят, но они абсолютно разные по своей начинке, по дизайну и вообще по всем остальным параметрам. Здесь мы видим, что у нас Poco потолще телефон. Вообще Pocophone это очень большой телефон. Я даже не могу припомнить, какой смартфон в этой ценовой категории или в этом классе будет больше, чем Poco, потому что это реально огромный смартфон. Я ещё пользовался предыдущей моделью, я к ним привык, но этот телефон из-за габаритов на любителя. У нас по корпусу и здесь и там везде пластик. Единственное, что на A32 у нас такой ровный пластик, такие ровные грани, больше похожие на рубленные дизайны iPhone 12 серии. У нас здесь пластик немножко закруглённый. И у нас по камерам и здесь и здесь мы видим 4 камеры, хотя по факту 2 камеры здесь и 2 камеры мы имеем здесь. По многим элементам управления эти смартфоны очень похожи. Единственное, что они отличаются сильно по дисплею, потому что на Samsung у нас стоит дисплей AMOLED на 90 Гц, а на Poco у нас IPS дисплей с разверткой на 120 Гц. Вырез камеры, конечно же, получше реализован на Poco, потому что вот такая аккуратная маленькая дырочка под камеру. Здесь у нас на Samsung Galaxy A32 более устаревший формат. Ну вот на солнце читабельность этих дисплеев сильно отличается, потому что Samsung очень хорошо читабельный на солнце, а вот Poco у нас немножко теряется даже на высокой яркости под пневыми лучами солнца. Читабельность с Poco не самая хорошая. Сканеры отпечатков пальцев у нас на этих телефонах также отличаются. На Poco у нас сканер расположен сбоку, работает всё мгновенно. На Samsung работает немножко всё медленно, но здесь удобное расположение прямо в самом дисплее. Двойным табом мы можем вот так вот заблокировать смартфоны. Два раза тапнули, просыпается у нас Poco. Один раз мы нажимаем на Samsung, у нас просыпается функция Always on Display, то есть всегда включённый дисплей, мы видим, что какая-то информация вводится на дисплее. Это фишка и особенность AMOLED дисплеев, такого у Poco нет. Ну и вот здесь вот у нас находится сам сканер отпечатков пальцев. При использовании чёрной темы также идёт сохранение заряда на Samsung, потому что это особенность AMOLED дисплеев. Ну и вообще в целом для меня Samsung дисплей намного поприятнее и намного лучше. Теперь давайте про некоторые особенности оболочки. Двойной таб я уже показал, оба эти смартфона имеют клонированные приложения, то есть можно создать два WhatsApp, два Instagram и вот так вот использовать под двумя аккаунтами разные приложения. Точно такая же функция имеется на Samsung. Из некоторых особенностей с тем, мне нравятся очень переключатели, виджеты мне очень нравятся вот здесь вот, то есть мы можем поставить на этом дисплей фонарик, на этом мы его можем выключить. Очень классная организация виджетов на Samsung, таких виджетов нет, но у него есть другие функции, в частности мне нравится детский режим, потому что мы можем зайти в этот режим и дать ребёнку только те программы, которые мы ему сами включили предварительно. Это очень классная функция для тех людей, у кого есть дети, и это прям реально очень классная функция. Лично я использую эту функцию, где даю смартфон моему ребёнку. У Xiaomi есть возможность поставить второе пространство. Также у Samsung есть такая же организация, называется это пространство KNOX, это фирменная самсунговская фишка, но у нас смартфон сейчас очень похожий, потому что давайте посмотрим и на анимацию громкости, она у нас вот такая вот, точно такая же, ну примерно то же самое вот здесь вот. Также жесты в управлении имеются на всех смартфонах, то есть мы также можем легко вот так вот свернуть приложение. По организации и работе эти смартфоны очень похожи, потому что сейчас операционные системы становятся очень похожими друг на друга. Мне наверное самое интересное в этих смартфонах камеры. И основной блок у Poco на 48 мегапикселей у Samsung на 64 мегапикселя. Также эти смартфоны поддерживают сверхшакогольные камеры. Селфи камеры на Samsung имеют два режима, обычный режим и расширенный режим. У Xiaomi поддерживается только обычный режим, то есть угол охвата у Samsung чуть больше, но и фотографии примерно сравнимы. Я не могу сказать, что какой-то смартфон снимает здесь лучше. Фотографии снятые на основную камеру, снятые на сверхшакогольную камеру, на мое удивление оказались очень похожими на эти смартфоны, потому что реально картинка везде одинаковая. Конечно они отличаются по цветопередаче, по контрасту, в некоторых местах они по-разному справляются с ситуацией. Конечно же все эти искусственные интеллекты, все эти алгоритмы имеются на этих смартфонах, но они работают по-разному. Я хотел бы отметить то, что эти смартфоны в целом во многих сценариях делают одинаковые кадры. Например, некоторые особенности у них конечно есть, например на этом кадре мы просто навели на цветы и сделали фотографию. В обычном режиме, без портретного режима, Samsung при этом успевает размывать задний фон и кадр получается более красивым. Poco сделал плоскую фотографию, хотя сами цветы получились на Poco более яркими. А вот небо Poco X3 сделал белым, не натуральным. На портретных фото мы видим, что оба смартфона делают отличные кадры, справились хорошо, но небо мне например нравится на Poco X3, потому что на Samsung небо получилось немножко белым. Фотографии на некоторых кадрах с оранжевым отелем Poco X3 сделал какие-то засветы. Samsung Galaxy A32 на этом кадре справился лучше. На фото со зданием и цветами натуральнее выглядит Samsung Galaxy A32. Но на этом кадре Samsung Galaxy A32 сделал темную область цветочной клумбой, а вот само здание получилось лучше у A32. На Poco X3 без каких-то явных ошибок. Конечно есть некоторые засветы на самом здании, но в целом фотография получилась на Poco более предсказуемой что ли, потому что Samsung на этих кадрах сделал по-разному два кадра. А видео у нас примерно одинаковая картинка, и по стабилизации я даже не могу сказать, какой смартфон чуть лучше. Мне кажется, что в силу своего процессора Poco снимает чуть-чуть стабилизированное видео, хотя опять-таки это очень-очень похожее видео, и какой-то разницы при съемке Full HD 30 кадров в секунду я не могу отметить. Когда мы переключаемся на сверхшакогольную камеру, то видим, что у нас охват у Samsung больше, то есть у него 0,5, а у Poco 0,6, то есть охватывает Samsung больше. Это происходит и во время съемки видео, и на фото. Кадры на сверхшакогольную камеру получаются с большим охватом у Samsung. Но когда мы начинаем снимать видео, то во время съемки на сверхшакогольную камеру Poco может сделать приближение цифровое. Samsung как мы снимаем, так и снимаем, у него нет приближения во время съемки на сверхшакогольную камеру. При режиме Full HD 30 кадров в секунду, конечно, приближение есть у обоих этих смартфонов. Цифровое приближение во время съемки видео у Poco X3 медленно и долгое, то есть неторопливо смартфон приближает. A32 может сделать это очень быстрыми кнопками, одним разом мы нажимаем, там до 10-кратного, можем отдалить кадр, давайте посмотрим пример видео. Снимаем мы в режиме, обычно здесь вот Samsung может сделать приближение до 10-кратного одним разом. Poco может приближать картинку до 6-кратного, и это делает он очень плавно. Здесь же мы можем прям аккуратно вот так вот. В общем, на Poco переключение аккуратное и плавное, здесь на Samsung можно сразу переключиться хоть до 10-кратного, Poco умеет приближать максимум до 6-кратного, и делает он это плавно. Сейчас включил режим стабилизации, вот так вот посмотрим на лестницах, какой смартфон гасит шаги. Здесь картинка стала уже на Poco, но Samsung изначально включает режим стабилизации, то есть это не какой-то супер режим, а встроенная функция, когда мы один раз включили, и смартфон всегда снимает вот в этом режиме стабилизации видео. Оба эти смартфона не умеют переключаться с основной камеры на сверхшокогольную камеру во время съемки видео, каждый раз приходится останавливать кадр для того, чтобы записать новое видео. И у Poco X3 есть режим 4K, причем это режим со стабилизацией, Samsung Galaxy A32 не снимает 4K, но честно говоря, я в этом проблемы абсолютно не вижу, потому что в этой ценовой категории 4K вовсе и не нужно. Теперь мы переходим к процессорам, потому что всеми этими алгоритмами фото и видео управляет, в частности, процессор. И у нас, конечно, здесь есть явный лидер Poco X3, намного мощнее, у него очень мощный процессор, и вообще процессор это самая крутая фишка смартфона Poco X3. Здесь он работает на Snapdragon 860, это флагманский чип, пусть и, конечно, не самый новый, он работает на 7-мм техпроцессе. Samsung у нас работает на среднебюджетном Mediatek G80 на 12 нм. Во вседневной работе при использовании WhatsApp, YouTube и прочих задач, наверное, какой-то разницы вы не заметите. Но как только мы открываем огромное количество вкладок в браузере или мы переходим в какие-то сложные ресурсоемкие приложения, конечно же, Poco X3 ведет себя очень быстро и очень уверенно. Samsung еще не хватает оперативной памяти, потому что у него всего 4 ГБ оперативной памяти, а Poco может оснащаться оперативной памятью 6 и 8 ГБ. В общем, по производительности у нас, конечно же, лидер это Xiaomi Poco X3. А вот по всем остальным характеристикам, по эргономике и использованию, и по дисплею, по дизайну я бы лично отметил Samsung Galaxy A32. И Samsung Galaxy A32 подойдет большему количеству людей, чем Poco X3 в силу своего просто огромного размера и огромного веса. Таким образом, мы получаем очень мощный смартфон здесь, очень красивый и с хорошим дисплеем смартфон здесь. Тут уже кому что, я уверен, что оба эти смартфона достойны уважения, и каждый пользователь найдет для себя самое лучшее решение. Напишите, какой смартфон ближе вам. Спасибо, что смотрели до этого места. Если вам понравилось видео, присоединяйтесь к нашему каналу. До новых встреч!